Клуб коллекционеров и инвесторов, мы это называем, «Артмост». И понятно, что любая живопись, особенно хорошая, качественная живопись, требует экспонирования. Поэтому у нас есть галерея в центре Москвы, на Камергерском переулке, где мы периодически проводим интересные выставки. И вот, становляясь членом нашего сообщества, мы будем вас приглашать в разных городах, в частности, в Москве, на Камергерском. Хочу сразу небольшой нот сделать, приоткрыть занавес. 19 апреля мы откроем выставку. Очень интересные выставки, которые называются «От импрессионизма к постимпрессионизму». С картинами того самого Коровина, Фалька, Крымова, то есть художников русских импрессионистов начала XX века, или которые начинали работать в импрессионизме, а потом ушли в другой стиль. И вторая часть этой выставки будет современной «Постимпрессионизма». Постимпрессионисты – художники первой величины на слуху, которые такие, как Батону Горжапов, Отрошко, Чарун и еще два других. Не буду говорить кто. Так что с удовольствием приглашаю вас от раз. Артмост оказывает такую штуку, как менеджмент коллекции. То есть, на самом деле, когда у вас сформировалась коллекция, выясняется, что нужно капитализировать ее. И одна из задач коллекционера – это старые вещи продавать. Не то, что старые, неправильно сказал. Слабые вещи продавать, сильные приобретать. Именно с этим мы вам и поможем. У нас есть очень хороший кейс, очень хороший пример, когда коллекционеры, покупая картину, они даже не забирают ее. Она продолжает висеть в наших галереях, продолжает висеть в наших каталогах. И мы включаем ее в рассылки по коллекционерам, по инвесторам новым, но с новой ценой. Вот и все. То есть, это абсолютно рабочая история, такая инвесторская. Более того, мы заинтересованы, когда мы продаем картину инвестиционную, мы сразу понимаем, что нам же ее потом и продавать. Поэтому это история про ликвидность и про нашу мотивацию. Помощь в оценке атрибуций, да, потому что часть работ, не обязательно сразу все тащить в центр грабаря. Некоторые вещи, если вы нашли что-то на рынке, на каком-то аукционе, вы можете обратиться к нам за консультацией. У нас есть формат не только купли-продажи, а также формат консалтинга. Когда мы можем вас вести, ну, вы приобретаете вещи на сторонних аукционах, и с некоторыми из вас, кстати, я знаю, здесь есть коллекционеры, которые по таким же схемам, похожим, мы работаем. Когда вы можете просто платить комиссию определенную за то, что мы консультируем вас, ведем, да, и помогаем с атрибуцией, с оценкой. Потому что, поверьте мне, 90% всех фальшивок, они отметаются, ну, прямо вот в самом начале, да, то есть очень много фальшивок низкопробных и среднепробных, которые мы можем отсечь сразу. И для этого не нужно тратиться на экспертизу в центре грабаря и не на третий пол. Ну и арт-консалтинг, как я уже говорил, здесь история про ваше свободное время, потому что я отлично понимаю, что искусство, как правило, очень доходит, когда у вас свободное время. Часто это может быть позднее время. Мне иногда коллекционеры пишут в 12 ночи, это абсолютно нормально, я к этому хорошо отношусь, потому что какие-то вопросы могут волновать. И вот фактически в таком режиме консалтинга я готов консультировать, отвечать вам.